Ориентировку на местности Ориентирование как вид спорта появилось лишь к концу 19 века и вышел он из военных учений, которые проводили для скандинавских и британских солдат. Отцом-основателем считают шведского майора Эрнста Киллендера, президента Стокгольмской любительской спортивной ассоциации. Он придумал правила и провел первые в истории соревнования в 1918 году. Вообще-то спортивный ориентирование точно такой же вид спорта, как и все другие. Здесь присваиваются спортивные разряды и мастера спорта, и мастера спорта международного класса, потому что выезжают на международные соревнования спортсмены сборной России. Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты КП, расположенные на маршруте. Двигаться нужно по пересеченной местности, обычно по лесам и паркам, а контрольные станции проходить в установленном порядке. Ориентирование – это такой спорт, который отличается от всех остальных тем, что тут не просто физическая нагрузка идет на человека, а еще нужно при этом успевать думать. То есть мы бежим по лесу или едем по лесу, и нужно понять, какую сторону бежать, какое КП взять, какое КП правильное, то есть где на карте горка, где ямка. Существует несколько видов спортивного ориентирования. Студенты САФУ занимаются двумя из них – ориентирование бегом и ориентирование на лыжах. Тренировки и соревнования по ним проходят в зависимости от сезона. Мне очень нравится как ориентироваться, то есть находить какие-либо объекты в лесу, так и бегать на лыжах. Это здорово. Этот вид спорта тренирует смекалку, выбирать правильный путь, быть ловким в лесу, бегая между деревьями. Очень нравится. В летнее время мы бегаем по лесу, ну просто бегаем ногами. Там кому сложнее, кому проще. Мне зимой проще. Мне больше на лыжах нравится. Результат спортсмена на соревнованиях зависит не только от умения двигаться на лыжах и хорошо бегать по пересеченной местности. В спортивном ориентировании важны зрительная память, высокая концентрация внимания, а также скоростная и силовая выносливость. Но кроме физических качеств, которым должен обладать любой спортсмен, здесь очень важны еще и интеллектуальные качества. То есть нужно совместить умственную подготовку с физической нагрузкой. Самая интересная поговорка у ориентировщиков – ноги не должны бежать быстрее головы. Как только ноги побежали быстрее, спортсмен теряет концентрацию и может убежать очень далеко. Сборная команда по спортивному ориентированию существует в университете с 2010 года и является довольно молодой. Но, несмотря на это, уже есть весомые достижения. В 2012 году второе командное место, а в личном зачете два вторых и одно третье на втором этапе Всероссийской универсиады по зимним видам спорта. В январе 2013-го трое спортсменов участвовали в чемпионате России среди студентов. В 2014 году на втором этапе третьей Всероссийской зимней универсиады команда «Сафу» заняла второе место. В 2015-м члены сборной стали победителями и призерами городских и областных соревнований. В 2016 году участниками четвертой Всероссийской зимней универсиады. Ориентирование – вид спорта, который учат рассчитывать только на себя. В соревновательной зоне нет болельщиков, только соперники. Дистанция незнакома ни одному из участников, а значит, все зависит лишь от личных умений и навыков. Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором победы достаются не столько сильнейшему, сколько тому, кто умеет ясно мыслить в стрессовой ситуации и четко выстраивать спортивный маршрут. Я выбираю спорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин